Сквер напротив Стройтреста номер 3 между 6-й школой и 1-й гимназией был заложен 20 лет назад, к 40-летнему юбилею строительного предприятия. В этом году известный в Беларуси флагман строительной отрасли вместе с городом празднует 60-летие. Поэтому идею обновить сквер коллектив Стройтреста поддержал с энтузиазмом. К тому же территория давно требовала благоустройства. Сквер в центре города может стать отличным местом отдыха для взрослых и детей, решили строители и объявили конкурс на лучший проект реконструкции сквера. Предложений пока три от индивидуальных дизайнеров и компаний. Познакомиться с концепциями собрались администрация предприятия и члены штаба по празднованию 60-летия города. Сегодня мы собрались для того, чтобы просмотреть, представить эти предложения, обсудить эти предложения. Ну и при помощи наших городских профессионалов, архитекторов оценить реальность воплощения в жизнь этих проектов, ну и определить самый лучший проект, который в итоге ляжет в основу реконструкции этого сквера. Каждый из представленных проектов преследовал одну цель – сделать сквер приятным местом отдыха. Но подходы дизайнеры выбрали разные. Парк семейного отдыха «Рассказово» предложено сделать по мотивам детских сказок. Фигуры животных, аллея фонарей, закрытые скамейки, игровые площадки, стилизованные клумбы. Каждый атрибут должен нести образ и быть функциональным, считает дизайнер. Еще один разработчик предлагает классический вариант – парк культуры и отдыха, изумрудная аллея в стиле «Здание стройтреста». Фонументальное решение, надежная конструкция, скульптуры и фонтан как место притяжения. Еще одно решение – обновление сквера, парк будущего, «Тригория». Разработчики намерены удивить необычными архитектурными решениями. Основная идея – параметризм, новый стиль для архитектуры и городского дизайна, который родился от цифровых методов анимации. Обтекаемые структуры, волнообразные формы, доступ к интернету и возможность зарядить телефон – все конструкции призваны создавать иллюзию будущего. Чтобы задумки не омрачила местная фауна, подняли вопрос о воронах, которые давно облюбовали сквер. Есть предложение установить отпугиватели. Какому из проектов отдать предпочтение, к слову, конкурс еще продолжается, решат коллектив «Стройтреста номер три» и власти города, взвесив все составляющие – от сложности реализации до финансовых вопросов. Процесс реконструкции парка возьмет на себя «Стройтрест номер три». Обновление сквера будет не последним подарком городу-юбиляру от предприятия «Юбиляра». Планируется и закладка аллеи, посвященной строителям. В целом запланировано немало преобразований, которые призваны улучшить архитектурный и эстетический вид города к его 60-летию. В Солигорском райисполкоме проходят совещания с заинтересованными лицами на предмет и ремонта фасадов жилых домов, и по благоустройству объектов торговли, объектов производства. Приобщение сегодня граждан к созданию вот такого нового яркого красочного облика города Солигорска. И мы надеемся, что все вместе, задействовав наши предприятия, наших граждан, мы сможем именно к 60-летию, к августу месяцу преобразить наш город, добавить интересные и архитектурные моменты, и изобразительные фишки, которые бы отображали сегодня именно ту 60-летнюю историю и все те достижения, с которыми мы пришли к 60-летию.